Друзья, насколько я вижу, сумматоры хорошо зашли. Ваша активность пошла вверх и это не может не радовать. Нет лучше мотивации, чем пальцы вверх и новые подписки. Спасибо вам за теплый прием. Всех приветствую. Это видео про элемент памяти. Не будет секретом, что у всех нас свои представления о том, что такое память компьютера. Кто-то сейчас приобрел пару планок памяти DDR4 для ноутбука на Авито. Кто-то сейчас рассматривает характеристики новых процессоров и сравнивает объемы кэш-памяти. Программист пытается ускорить перемещение данных из одной структуры в другую, для него сейчас нет разницы в какой памяти расположены эти данные. Его коллега, разработчик игр, тщательно рассчитывает размер структур для того, чтобы они умещались в той самой кэш-памяти. Почему одни программисты могут писать быстрый и качественный код, другие его безуспешно оптимизируют? Почему иногда важно помнить об инициализации содержимого памяти и почему некоторые технологии позволяют не заботиться об этом? Чтобы немного скинуть завесу черной магии с этих вопросов, необходимо рассмотреть устройство элемента памяти. Элемент памяти, называемый триггером, представляет собой довольно интересную конструкцию. В одном из вариантов это две функции стрелка пирса, соединенные между собой через обратные связи. Запомните эту фразу «обратные связи». Они не раз еще встретятся на этом пути. Это то, что придает привычным вещам весьма необычные свойства. Триггер при воздействии нулей на его входы R и сможет находиться в одном из двух стабильных состояний. Это состояние 0 на выходе Q и состояние 1 на выходе Q. Выход Q определяет состояние триггера. При этом на выходе не Q наблюдается сигнал, противоположный Q. Действительно, если рассмотреть схему вместе с таблицами истинности, то по всей цепочке распространения сигнала мы не увидим никаких противоречий. Вход R называется ресет или сброс. Вход S называется сет или установка. При включении питания состояние триггера может быть установлено случайным образом или в ноль или в единицу. Чуть позже коснемся подробнее этой темы, но случайность состояния триггера может приводить к ошибкам. Например, к так называемому использованию неинициализированной памяти. Пошагово рассмотрим все режимы работы триггера. Начальное его состояние обозначим в таблице как Q прошлое. Как мы помним, состояние может быть 2. Назовем любую единицу на входе триггера воздействием на него. Ноль это отсутствие воздействия. Для начала убираем всякое воздействие на триггер и видим, что состояние триггера не меняется. Это полезный режим работы. Называется он «Режим хранения». Дальше воздействуем на триггер через вход установки. В этом случае состояние триггера установится в единицу, какое бы состояние не было начальным. Этот полезный режим называется установкой. Теперь воздействуем на элемент памяти через вход ресет. Как можно заметить, из любого прошлого состояние триггер переходит в нулевое состояние и этот полезный режим работы называется режим сброса. Ради интереса выставим на входы все единицы одновременно. В большинстве учебников это состояние называется запрещенным, хотя ничего запрещенного в нем нет. Просто в этом режиме нет никакой пользы. Рассмотренный триггер называется «РС-триггером» по названию входных линий. Он является простым элементом памяти и служит основой для чуть более сложного. Немного улучшений в «РС-триггер» придадут ему еще больше полезности. Для начала снабдим его управляющим входом «С». Как можно заметить, этот вход через конъюнкцию отрывает ячейку памяти от внешних воздействий. Таким образом, без единицы на входе «С» триггер будет продолжать хранить информацию, чтобы не происходило на входах. Такой триггер назовем синхронным «РС-триггером». Дальше оставим один вход «Д», причем инвертируем его для подачи в то место, где был сброс, оставим без изменения для подачи в то место, где была установка. Вот тут произойдет самое интересное. Теперь мы имеем возможность сохранять состояние сигнала «Д». Действительно, если «Д» было равно единице, то произойдет установка триггера. Если на «Д» ноль, то произойдет сброс. Такой триггер называется «Д-триггером». Настоящий «Д» триггер, используемый в цифровой схемотехнике, работает не просто с высоким уровнем входа «С», а в момент смены состояния уровней синхронного входа. В этом случае достигается максимальная синхронность. Ведь сам момент смены – это высокоскоростной физический процесс, который происходит за миллиардные доли секунды, учитывая все современные достижения науки и техники. Как можно заметить, «Д» триггер теперь состоит из двух, но управляющий вход «С» в один из них приходит с инверсией, в другой в неизменном состоянии. Это позволяет при нулевом уровне «С» записать один бит в зеленую половину, но как только состояние «С» сменится на единицу, то содержимое зеленой половины запишется в красную. Такую работу называют работой триггера по переднему фронту тактирующего сигнала. Если инвертор перенести в красную часть, то триггер станет работать по заднему фронту тактирующего сигнала. В завершении нашего обзора стоит упомянуть, что соединять «Д» триггеры можно как параллельно, так и последовательно. Если необходимо хранить не один бит, а двоичные коды из множества бит, то применяют параллельное соединение. Его называют регистром. У косой черты обычно указывают сколько бит может хранить такая схема. Очень часто необходимо организовать последовательное движение бит один за одним. В этих задачах применяются последовательные соединения «Д» триггеров. Теперь у такой схемы на входе не двоичное слово, а один бит, но на выходе можно считать несколько хранящихся там бит одновременно. Обычно число таких бит написано около косой черты. Самое яркое применение такой конструкции – это простая бегущая строка. На этом моменте возьмем паузу и переварим информацию пару дней. Продолжение обязательно следует. Не забываем подписываться, чтоб не пропустить ничего интересного, и даже простой дружеский лайк содержит много душевного тепла. Спасибо.